На улице Суворова под номером 2 находится самый старый дом в Нальчике. Согласно историческим данным, датой постройки значится 1842 год. То есть дом в возрасте 180 лет до сих пор жив и по праву может считаться ровесником города. Ну а теперь подробнее. В начале 19 века Российская империя строила ряд укреплений на Северном Кавказе для охраны южных границ. Так называемая Кавказская оборонительная линия. А управление ее центра находилось в крепости Нальчик. Поэтому император прислал своего наместника, генерала-майора князя Голицына. Именно для него и был построен этот элитный по тем временам особняк с колоннами и мизамина. В то время этот дом считался главной административной единицей молодой крепости. Своего рода дом правительства тех времен. А вокруг находились конюшни, казармы, столовые, бани, небольшой липовый парк и еще какие-то административные постройки, предназначенные для нужд крепости и казачьих войск. В этом доме проживал князь Владимир Сергеевич Голицын, ставший весной 1842 года начальником центра Кавказской линии. Тот самый Голицын, который представил награде за храброс поручика Михаила Лермонтова и первым сообщим о его гибели. И этим он вошел в историю. Тот самый, которого современники называли просвещенный правитель и одновременно игрок, певец и форсер. В этом здании были декабристы. В этом здании были известные деятели русского просвещения. В нем творилась по большому счету история. Самое интересное, что за этим домом росли вековые липы. Те самые липы, которые сейчас сохранились на липовой аллее. Но в последующем, уже в советское время, они были вырублены. И дальше была построена третья, так называемая, языковая школа. Так как в Нальчике в то время не было никаких, скажем так, помпезных особенно зданий, то дом Голицына привлекал внимание каждого практически, ну, своими колоннами. Это здание несет в себе историческую правду. Оно сохранилось в том виде, как и было построено уже, по большому счету, больше 170 лет назад. После прихода к власти большевиков здесь поселили простых людей. А дом превратили в обычное общежитие, в котором за оставшиеся 100 лет прожили несколько десятков семей. А последний житель этого дома умер примерно два года назад. И на сегодняшний день он пустует. Власти уже много лет обещают охранять его, реставрировать и превратить в музей Нальчика. Но все это ограничивается лишь обещаниями. А состояние дома вы увидели в этом сюжете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Без всякого сомнения дом Голицына является архитектурным памятником и несет в себе историческую ценность. Родившийся еще во времена Кавказской войны, он стал свидетелем революции, гражданской войны, краха империи и выстоял в годы Второй мировой войны. И вот сегодня он гордо шагнул 21 век и скромно притаился за спинами строений современного города. Велика вероятность того, что дом повторит судьбу своих собратьев, беспощадно стертых с лица земли. Что будет с ним в будущем, покажет время. А сегодня он просто ждет. Либо рассвет, либо закат.